Объект, как и вся программа, очень значимый для города. Мы впервые вступили в эту программу. Как вы знаете, она будет действовать 6 лет, до 2024 года. И в ее рамках будет выделено на дороге города Твери около 5 миллиардов рублей. В этом году мы тратим на объекты города во всех районах нашего города 840 миллионов рублей. То есть идет финансирование основной этой федерации и, соответственно, здесь софинансирование области города. Мы сейчас находимся на одном из объектов, который мы уже начали осуществлять. Это объект, который осуществляется в Московском районе. Начиная от площади Гагарина, Арджиникидзе, доходит улица Арджиникидзе до Буражского путепровода, который также будет уже ремонтироваться, но по другой программе. Мы затрагиваем ремонт проспекта Победы. То есть очень здесь такие значимые будут изменения к лучшему на улице города. В этом году мы работаем на этом объекте? Да, идет, учитывая сроки заключения контракта, учитывая непростые условия контракта, так как мы работаем щебеночным очистичным асфальтом, что как бы это у нас для нас такой опыт, не очень пока еще отработанный, с учетом больших требований к качеству покрытия. На данный момент я считаю, что все идет в рамках и в графике. Безусловно, мы понимаем, я уже затронул, что в ремонт у нас идет Октябрьский путепровод, Буражский путепровод, так называемый Крупский мост. Мы его называем по-разному. Понимаем, что большой трафик по нему выстроен, движение. И опять-таки понимаем, что с его закрытием будут определенные сложности. Поэтому будем рассматривать вопросы облегчения движения по Октябрьскому путепроводу и по ряду изменений, которые позволят, собственно говоря, снять напряженность с закрытого Буражского путепровода. Да, работы уже сейчас начались. Мы начинаем снимать рельсовые рельсы. Вот как момент, пока будут сниматься рельсы, движение еще будет осуществляться. После того, когда уже все это уйдет, и надо будет подходить непосредственно уже к работам над несущими конструкциями, путепровод будет закрыт. Ну, ориентировочно я... Как будет сниматься? Я не могу сказать. В неделю? Ну, я думаю, в две недели где-то так, да, да. А потом сколько? Да. И планы ваши в дальнейшем? Когда он следующий год, предположим? Следующий год? Да. Ну, смотрите, у нас программа по безопасным качествам дороги, она выстроена на все 6 лет. То есть все объекты, которые уже там заложены, мы знаем, что мы будем ремонтировать. Поэтому у нас планы, они, собственно говоря, не только этим годом ограничиваются, они выстроены на все 6 лет. По результатам которых, этой работы мы получим с вами 85% дорог города Твери в нормативном состоянии. Позиции госавтоинспекции, что качество ремонта дорог города Твери значительно повышено. Также у нас практически нет вопросов по местам оборудования тех участков, которые находятся в ремонте. То есть вопросы обеспечения безопасности дорожного движения подрядчиками в настоящий момент соблюдаются. Контроль совместно с администрацией города мы проводим. Мы, скажем так, подсказываем дорожникам, как правильно составить схемы организации дорожного движения в месте проведения дорожных работ. Цель не карать и наказывать, а цель сделать это место безопасным. Мы уже неоднократно говорили про схемы проезда на момент закрытия Бурашского путепровода. Скажу, что совместно с фирмой-подрядчиком и администрацией города Твери мы проводим сейчас работу по направлению на минимизирование времени закрытия моста для полного закрытия моста для движения транспортных средств. Я думаю, что нам получится несколько разгрузить данный момент и сделать так, чтобы время закрытия было меньше, чем планировалось ранее. Соответственно, по схемам объезда и движения в районе Октябрьского путепровода мы будем сегодня разговаривать. Но какие все-таки варианты? Ты еще будешь проехать будет водителем? Варианты, они те же самые остались. То есть мы говорим о том, что будем вносить предложение по запрещению разворота и поворота налево при спуске с моста на Локоламский проспект. Будем делать правый поворот и через бульвар Цаново соответственно выезжать на улицу Коминтерна. То есть это основной момент, где администрации еще есть необходимость подработать тот проезд между Коминтерна и бульваром Цаново. Ну и, соответственно, также ближайшие улицы будут входить в эти схемы маршрута объезда. Но опять же мы говорим о том, что каждый водитель для себя должен принять решение. Если есть определенный маршрут, ежедневный маршрут на работу и так далее, то может быть проще через Пролетарский район, может быть, если мы говорим про ту же самую юность, это все делать через дорогу Москва-Санкт-Петербург, заезды по Санкт-Петербургскому шоссе и так далее, то здесь каждый индивидуально должен подойти к этому вопросу. Если не вопрос по разметке, будет ли терапевшим? Если разметка, они как у нас сейчас бывают? Дорогу сделать-то еще месяц? Нет, разметка будет наноситься в установленные сроки, так как асфальт должен определенное время, так называемый, выпариться, перед тем, как будет нанесена дорожная разметка. В настоящий момент согласовывается схема дорожной разметки на вновь отремонтированных участках. Первые этапы ремонта прошли достаточно хорошо. Качество дорожного полотна внешне, то, что мы видим, сделано достаточно добротно. Сейчас проходят все необходимые испытания лабораторные, отобраны пробы. Организация работ тоже находится на должном уровне. Есть определенные пожелания по дополнительным информационным счетам. Сейчас мы посмотрели несколько мостов, которые тоже будут делаться в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», разметка, пешеходные переходы, освещение участков. И, конечно, проанализировав опыт предыдущего года, предыдущих нескольких лет, новые дороги качественные, они, к сожалению, нам формируют повышенные скорости и, соответственно, есть угрозы роста аварийности. Поэтому сейчас вместе с ремонтом дорог мы будем ставить также не просто средства профилактики безопасности дорожного движения, это ограждения, это специальные шумовые полосы перед пешеходным переходом, но еще и, конечно, будем увеличивать группировку камер видеофиксации, которые уже будут работать, так сказать, по всем стандартам. Это и пешеходные переходы, разделительные полосы, развороты. Но, конечно, самое главное сегодня это все-таки информационные счеты, то, что должно для пешеходов и для водителей формировать такую безопасную среду. Поэтому работы идут полным масштабом, полным ходом, в большом масштабе. Мы считаем, что проект безопасной и качественной дороги, который реализуется по инициативе президента, сегодня дал нам новую возможность. Мы здесь на территории города осмотрели то, что, так сказать, осталось, то, что досталось нам наследству. Конечно, без дополнительного такого проекта нам такие объемы реализовать, большие объемы реализовать было бы очень тяжело. Поэтому сегодня мы используем по максимуму эту возможность, которую нам предоставило правительство и президент. И надеемся, что к следующему году уже будет что показать жителям города и гостям нашего региона. Будет изменена организация дорожного движения, будут исключены лишние левые повороты, будут сделаны объездные дороги, как сейчас мы проехали по маршруту, посмотрели, расширенные полосы движения. Конечно, будут какие-то неудобства, за которые мы заранее приносим извинения нашим горожанам, жителям Турской области, гостям. И я надеюсь, что максимальная информированность, максимальное расширение полос, ну и, соответственно, в зимнее время, это уход за дорожным покрытием, все это минимизирует неудобства. И я уверен, что в следующем году наши горожане порадуются уже, так сказать, новой дорожной инфраструктуре. Мы в пятницу согласовали организацию дорожного движения, сегодня поступили к работам. Идем сейчас на временное. Опыт работы, да, есть. Мы строили... Сколько мостов? За всю историю около 100 мостов по Тверской области и в соседних. Делали Козлово, Путикрово, через октябрь 6-й год с дороги, новой строили. Когда это было? В 2003 году. Продолжение следует...